Добрый день, Игнатий Тихонович. Добрый. Через месяц вам звоню. Я, чтобы много времени вас не внимать, у меня есть вопросы важные, которые не могу ответить. А предыстория такая, что мы как бы крестились с сыном, это в Питере было, когда ему был год, сейчас ему 21 исполнилось, вот недавно, вместе. Ну, мама приехала моя, значит, там, я так думаю, договорилась со священником ближайшей церкви, это на Окте. Ну, и нас как бы хлопнули по голове. Я ничего тогда вообще не представлял, тем более ему год был. А теперь вот такой вопрос у меня, значит, ну, первый вопрос вот какой. Значит, хотелось бы мне узнать, мне хотелось бы вместе с ним пройти крещение, раз уж мы вместе начинали. Ну, как бы, какая ситуация, сейчас, ну, сами знаете, я не знаю, как у вас, в Москве, у молодежи, очень такое сатирическое отношение к церкви, можно сказать. Ну, потому что они же, как бы, хватает информацию, то, что вокруг их происходит. Вот. Ну, сами знаете, такие выражения, как там, православие головного мозга, там, и прочее, там, то, что он сам, вот, происходит. Да, вот, поскольку он сейчас живет отдельно от меня, вот, у меня нет каждый день возможности на него воздействовать. То есть, только когда я его беру на работу, там, ну, подработал, чтобы он студент, вот, вот, как, ну, помимо собственных действий, то это молитва, понятно, ну, если, конечно, умеешь. Вот, а каким образом, вот, вообще, вот, с молодежью в этом отношении можно, вот, разговаривать, чтобы не изменилось отношение с церковью. То есть, о чем с ним разговаривать, там, ну, как, чтобы он на что поверил, там, в наказание, там, еще как-то, или это, как бы, нет общих правил. Ну, есть пример, вопросы, которые задаем мы людям неверующим, но всегда нужно приводить людей ко Христу, не к себе. А я ответ ему дам, а он уже через неделю все забудет. Нужно, чтобы он сам научился искать в Святой Библии ответ. Через два дня забудет даже. Да. А если он любит Слово Божие, значит, показать на Слово Божие, на Святую Библию, и чтобы он сам находил там ответ. Это самый идеальный случай. Но человека надо видеть, нуждается он в этом или нет. А если не нуждается, ты ничем не поможешь. Ты можешь говорить, но больше трех раз говорить уже не полезно, потому что там мечтают перед свиньями, они не принимают. Причина в том, что он не написан на небе, не вписан в книгу жизни. И ему ничего нельзя сделать. Никак. Так у него есть желание, но оно быстро потухает. Ну, это тоже такое быстро возошло, говорит, и засох, а корня не имела. Вышел, когда сеять или сеять. Поэтому надо просто посмотреть конкретные ситуации, конкретному человеку. У меня разговор с этими людьми идет. 24 категории разбиваю. Какие бывают люди? Один, самый первый, безбожник. Я не верю, что есть Бог. Второй. Я знаю, что Бог есть, но... А кто знает, чего Богу от нас надо? То есть он не верит в Святую Библию. Третье. Да я еще молод, я успею. Как с ним... Ну, у него третье, скорее всего, отношение. Вот. То есть тут надо просто посмотреть, к какой категории человек относится. А иной говорит, я пробовал, у меня ничего не получается. Две недели пройдет, я уже ничего не хочу. Вроде загорелся. То есть определить, что за человек перед тобой. И какое конкретно ему нужно лекарство. Если у него нет страха Божия. Если страха Божия нет, он греха не боится. Все бесполезно. Начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона, 1 глава, 7 стих. Начало. И его, значит, человека подвигло, что есть гиенна за смертью. За смертью не яма только. Нет. За смертью есть вечное мучение и вечная радость. К чему ты расположен? Эта жизнь вся закончится. Весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою. Смотрите, какие были люди. Смотрите, вот в Ленинграде были там у вас и Жданов был, и Романов, и кого только не было. Умерли. Нету никого. И мы умрем в свое время. Так вот, чтобы приготовлены были, надо принять Христа своим спасителем. Что за нас умер Христос. Я грешник. Я грешник погибший. Но мои грехи взял на себя Иисус, взвалил на крест и понес на Голгофу. Мои грехи. Не просто грехи мира, но мои. Мои. А человек, попытайтесь доказать ему, если он не верит. Попытайтесь какими-то примерами тронуть. А если нет ничего, нам не поставлено в обязанность. Здесь около Христа было много людей, которых он не мог убедить. У апостола Павла, у Златоуса были много людей рядом, которых они убедить не могли. Так что огорчаться не надо. Сегодня не пришел, а может быть он обратится завтра. Поэтому надо Богу довериться. Вот вот первое. А креститься где? Полное погружение, как положено. Это я знаю, да. Да, искать там, где ты есть. А если нет, то нынче у нас будет 9 июля. Будет крещение. Я сейчас после монастыря перешел на работу серьезную. И работаю сейчас минут 7 пешком от храма Николова на Перстеневке. То есть туда дальше в центр переносился. Я хотел туда сходить, начал по карте смотреть. Смотрю, а там прям пешком. Ну вот от работы у меня. Тогда еще вопрос тогда, Игнатий Тихонович. Вот, то есть, ну, если, допустим, возможно так будет. Ну, может быть он раньше. То есть, если я буду раньше готов, мне, значит, его не ждать надо будет креститься? Или все-таки пытаться вместе? Нет, не ждите. 7 июля будет крещение. И люди уже готовы. Мы им высылаем какие вопросы оглашенным. И даем маршрутку. Если человек на своей машине едет или как, чтобы надо все это рассудить. Где-то благоразумно, чтобы было. Вот мы в прошлом году, сколько людей было, они сумели найти, поехали один Афон. Мы им говорили, ищите. В Москве патриархийные храмы, где бывают священники, по-настоящему боятся Бога. А если нет ничего, тогда уже последний этап. Это к нам. Тогда мы готовы принять. У нас приезжают люди. Тут не меньше, как дня за два до крещения, чтобы побыть вместе. Тут проходят занятия. Все осмотреть надо. И быть готовым. У меня, возможно, будет командировка. Где-то, может быть, через месяц-полтора в Барнаул. Там будет строиться этот центр для сдачи экзаменов медиков. Ну, у вас медицинский университет какой-то есть, там основной, наверное, в Алтайском крае. Вот. Как бы вот так вот. Ну, где-то, не знаю, может быть, на неделю, а потом еще через неделю, когда закончат монтажники, там на настройку, через неделю. Еще тогда, Игнать Стихонович, такой вопрос у меня к вам. Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, вот, ну, в соответствии с Библией, как бы клятву принимать нельзя, и на войну ходить тоже нельзя. Это мне уже стало понятно. Хотя это был самый большой, так скажем, в монастыре у меня был, самый большой камень преткновения, когда я разговаривал с людьми. То есть все прям как бы зарывались на это, как будто это прям вот, ну, в самые такие глубины затрагивает. Вот. И вот вопрос приемлемых сынов. Допустим, я им объясняю, что вот, ну, он сейчас заканчивает техникум, там почти пять лет учиться. Вот. Значит, он вроде бы согласен, что в армию сходить не очень нужно, да? Ну, как бы внутреннего желания нет у него такого, да? Ну, так, колеблется. Нужно, не нужно. Вот. С одной стороны, вот тут какая ситуация? Если человек верующий, то ему говоришь, он соглашается. Но ведь это не значит, что и неверующим тоже надо клятву принимать, другие, да, и в армию ходить. То есть, как бы получается, тут двойная такая мораль. То есть, для своих как бы это нельзя, а вы как хотите там, да? Так и есть. Писание говорит так. Когда удавлено, зверь задавится где-то, вам есть нельзя, говорят, а иноплеменнику продай. Если он не верит, он что напишет? Он дезертир, он не хочет воевать. Пускай сам думает. У нас, если он верующий, мы даем ему бланк, и там написано. Почему? Потому что Христос заповедует не клясться. Христос заповедует не воевать. А что неверующего будут давать-то? Он не верит? Почему сегодня в военкоматах, когда такие заявления подают, это надо хотя бы за полгода до призыва? Там определенный порядок. То есть, священники спрашивают, а почему Александр Невский воевал, там то другое. Нас это не касается. Мы указываем только на основании Святой Библии, Святого Евангелия. У нас, ребята, никто не служит. Все готовы пойти в альтернативную службу. Там дольше будет, труднее. А их не берут, совсем не берут. Заявление положили, а если бы они уклонялись от службы, это уже статья Уголовного кодекса. Не отказывается никто, но никого и не берут. Их сейчас не берут, скорее всего, потому что в армии сейчас же нет, армия сама себя не обслуживает. Они же просто платят деньги, там, медицине, поварам, там, уборщикам. Ну, то есть, такая вот ситуация сейчас в армии. Ну, хорошо. Вот основные вопросы, которые я хотел бы задать. Я вам сразу спрошу, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, да. Я, кстати, по вашему совету, по прошлой беседе, вот, посмотрел нашу предыдущую разговор. Вот, оно уже само по себе как порка происходит, как бы. То есть, так даже страшно смотреть иногда на себя. Это понятно. Ну, у меня пока все, все остальное я у вас читаю, смотрю на сайте. Спасибо. Я вам что нужно будет скину, наши ресурсы вы знаете. Да, да, я везде зарегистрирован. Я еще хотел вот что спросить, Игнатий Тихонович. Просто как бы, вот, я пока действительно не плачу еще, так особо никуда не хожу, но только в наш монастырь, где раньше, но там, как бы, это не принято. Вот, а в издательстве у нас вот покупают Евангелие такие. Вот. И сейчас вот на Новый год, на новой работе тоже раздал, но пока мужской половине. Ну, потому что и коллектив большой, и как бы женщинам давать-то это надо, чтобы они сами попросили, потому что Даша, там, семья другая, допустим, или еще что-то там, ну, нагоняй получим, допустим. Мужчина-то может отказаться, но никто не отказался, кстати. Вот, то есть, я даже не ожидал, что была очень хорошая такая реакция. Вот. Да, ну я вот такие купил карманные. Смотрите, это четверо Евангелия. И оно очень хорошее тем, вот это его четверо Евангелия, что оно выпущено по благословению патриарха Кирилла. И это то же самое по благословению патриарха Кирилла. Вот так. А вот смотрите, я купил, я почему карманные взял, я вам объясню. Потому что я покупал большие нашего издательства, там и с откровением Анна Богослова, и с деянием, ну, в общем, полные. А это просто четверо Евангелия. Большие, они почему-то просто кладут на стол, и они пылятся. А это карманные, я объясняю, что можно взять с собой, там, в метро почитать, там, в командировку у нас многие ездят. Ну, бросил как бы, и раз, и руки дошли. А себе я вот последнюю купил, вот эта полная Библия. Поднимите, повыше, поднимите. 77 книг. Знаю. Она маленькая, ее тоже удобно брать с собой, потому что обычно эта книга большая, как бы, да? А эта вот мне очень понравилась, что она компактная. То есть вот взял, куда-то ездишь, и можно почитать. Ну, странно, вот, думаешь, с утра надо читать, а потом что-то набегаешься, и думаешь, ну ладно, послушаю так вот, через, ну, с компьютера. Вот, и получается, там как бы, и можно чем-то заниматься. Вот, я и ваши слушаю, вот у вас есть Олд Лампкин, ну, старая, ну, это самое, запись, и потом Бондаренко там еще Библия, ну, вот, начитана там, с музыкой, без, можно включить, как бы, как хочешь, в общем. Вот. И почему-то, ну, раньше я всегда читал, и первый раз вообще Библию прочитал старую-старую на церковно-славянском языке. Это мне было, наверное, лет 25 мне мама принесла, у подруги взяла. Вот, то есть я там вообще даже ничего не понимал, но там были вот эти вот картины, ну, как вы раскрашивали, только черно-белое, еще до революционного издания. Вот, вот, читал, 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 даже не понимаю, вот, мало что понимаю, а читать хочется. И потом читал очень долго, вот, у меня были маленькие книжки такие, знаете, синенькие, такие, бесплатно раздавали Гидеонов и братья, вот, тоже четверо-янглии. А, потом, причем, по-моему, и с апостолами, и с откровением Ивана Богослова. Вот, вот, тоже читал просто как механически, но чувствовал, что польза. А вот сейчас, когда знаю, что польза есть, а почему-то вот никак, ну, то есть, прям как будто забываешь, а потом что-то уже под вечер просто включаешь и слушаешь. Хотя я думаю, что чтение это гораздо полезнее, чем слушать. Вот, потому что ты, как бы, когда читаешь, ты прям, ну, вот, ну, ближе общаешься. Вот, вот так вот. Ну, у меня вопросы все, Янатий Тихонович, я буду вас задерживать. Все, тогда давайте обнимайтесь. Смотрю вашу передачу. До свидания, а слава Божию. До свидания. До свидания. Я отключаюсь. Да, отключайтесь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.